что ребята гости разъехались отлично посидели поболтали на кушались жарили колбаски на на мангале она на костре на решетке вкусные кстати сейчас научились колбаски делать были такие как куриные маленькие и длинные такие как охотничь колбаски все нормально отсидеть отсидели отсидели хорошо провели время хотя моей сестре сейчас не ну не не просто куда-то куда-либо выезжать где-то на долгое время потому что малой вот он еще очень маленький постоянно на руках и проблемы его спать уложить и и так далее ну короче у кого есть маленький день дети тот понимает ничего справились один раз он поспал правда всего лишь и не знаю до до получаса а так постоянно бодрствовал и сейчас такой возраст что все в рот тянет пока тут на руках же не держал и ложку и вилку и тарелку и стакан и все надо вот так вот вот так вот все конечно да я говорю вроде как говорю с одной стороны время быстро пролетело что ли она у меня выросла да вроде недавно такое было а с другой стороны смотрю и понимаю что я это вот уже вот когда лена такая была уже я смутно ну как-то мутно помню не все короче прикольно прикольно вот жаркий день конечно сегодня был жарковато так конечно если бы мы сидели в саду там больше продуваемость но не стали уже перетаскивать тарелки бложки поварешки уже тут сидели да и все но немножко спасал сегодня ветерочек такое дуновение было то за счет этого за навесили вот эту вот это самое чтобы продукт был сбоку я сняла душа все таки беседка днем круто единственно ее минус она классно это но минус ее то что крыша нагревается от солнца на металлическая металл и нагревается вот вот так вот что еще мама дома на больницу только при приходит приезжает на уколы на капельницы а так и лучше себя чувствует и там что сегодня уже и генералила и ну короче как мама такая же как я на месте не 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 сидит лен я там не видно проходи не видно не видно ничего я же себя снимаю этот самое так что все хорошо так сейчас поотвечаю на ваши вопросы ваши комментарии что такое а у меня сегодня в думе в думе в думе у меня в доме мух много двери были получается открытые по залетала заметила ленда сейчас надо и как-то побить чем-то один а шаля полкам у а в гараж я отнесла мухобой когда была и надо их полупашек потому что мухи это капец так дальше дальше что вопросы куку а что ты кукукаешь и тебя не видно лена не хочет сниматься до а я не уставшая тоже это что-то спать хочу так а я типа не по-другому пока посуду перемыли пока полудирали короче что подустали так поехали юля почему сергей не поможет не покосит траву и вам легче будет тебе делать когда он есть дома когда его дома нет естественно приходится что-то делать мне так дальше юля чему донька надо помогая все сама более чайды вытащить вы слышите этот возглас каждый день что мама зная зальет душ чтобы мама пришла в чистый дом и не пришлось убирать все там я каждый день подметаю мою посуду ребят таких комментариев за последний видеоролик много лен не расстраивайся не обращай внимание много потому что логически просто подумать да что вы видите видео буквально 15 минут на 20 минут на естественно мне для вас то есть когда нету видео вы спрашиваете а юля где видео где видео когда видео выйдет естественно не нужно что-то снять или не говорю лен сними меня пока я тут что-то делаю она берет в руки камеру меня снимать то есть где логика я не понимаю и кто написал там совсем ну плохо не вернее не совсем плохо а не воспитана эти люди сидят в бане они будут теперь наш канал смотри тихонько вот молча там потому что воспитание в первую очередь должно быть это раз второе что еще раз объясняю выше поймите что да я не должна и не обязана отчитываться что моя дочь делает что она не делает она делает очень много если я скажу правду да если бы не лена не ее помощь то я бы точно здесь загнулась на самом деле помогает она мне очень много вот а судить из 15 минут на видео ну девчата надо немножко пораскинуть это извиненными по пошевелить да и не делает таких выводов когда я просто попросила с ними меня эти 15 минут чтобы я выложила для вас видео он помогает у нее обязанности очень много я же говорю я не буду перечислять потому что не считаю нужным и не обязана я отчитываться да все по списку но делает она очень много то есть время у нее загружена каждый день мало того что одно и тоже делать есть свои обязанности которые у нас ну как образно говорю расписаны до обязанности каждого плюс она мне всегда помогает просто она не хочет сниматься на видео и естественно то время когда нам не помогает мы естественно не снимаем потом смотрю так вечер приходит у меня видео нет поэтому лена иди займись своими делами я поснимаю все то есть вот так вот происходит так и дальше эти комментарии их покопировала дальше зачитывать даже не буду потому что не вижу смысла так 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 юля почему вы не привезете ту мультиварку я думаю она нагревает быстрее нет наоборот девчонки там мультиварка новая хотя по моему по мощности она даже больше написано на ней ну ваты она греет гораздо хуже если на этой хоть что-то можно еще поджарить да ну кое-как долго конечно то на той не вообще невозможно она варится то есть лук не пожаришь морковь не пожаришь я не говорю уже о мясе вот ерунда полная так дальше юлечка помощники у вас есть это же не мужская работа извините если что не если что не то спросила нет ну спросили и спросили да я скажу так что сейчас да с нашим положением в стране с нашей накаленной такой непростой тяжелейшей ситуации да еще недавно мы жили и не думали что мы с таким столкнемся до обычный вот мирный народ вот но сейчас не скажу не скажу что в каждой семье но во многих семьях женщины остались без мужской подмоги вот поэтому а женщина на стране и ого-го поэтому могут и за наших мужиков делать кое-какую работу выхода нет ребят а что поделаешь так дальше поздравляю вас ребята с 200 тысячами подписчиков спасибо большое да на канале нас уже 200 тысяч подписчиков ребята прикольнышко так за стол на уровне колен уже тоже отвечала а мне написали а там на видео когда я снимаю на широкоугольную камеру кажется что 100 наш округляет и кажется что стол да она мне там и попу округляет и животик округляет а на самом деле я вообще 40 килограмм ну я шучу конечно не так уж но округляет широкоугольная так дальше юля добрый день а вы зимой тоже будете жить деревне а как дрова вы заказали кто его знает когда эта война закончится будут дети в школу ходить не знаю но что-то сердце мне подсказывает что нет ракеты ребята да это все это все страшно вот значит скажу насчет того будем ли мы жить зимой в деревне ребята мы сейчас живем в нашей стране так что мы не знаем что где мы будем жить на следующей неделе понимаете многие города живут так что не знают что будет завтра вот я уже говорила и повторюсь еще раз что многие семьи 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 к огромному сожалению так и знала что будет гавка слышно это идет многие семьи просто бросили свои дома своих животных и остались просто на улице да по выезжали по уезжали все бросили вот поэтому я не знаю что будет зимой поэтому на такой вопрос ответить не могу на данный момент мы здесь живем почти пять месяцев вот да почти пять месяцев пролетела как мы здесь живем на даче до сельские девчатка вот кто бы мог подумать кто бы мне раньше сказал да что я здесь буду не два месяца да вот как я должна была быть июнь июль но летом как бы дача нас на лето уже почти пять месяцев мы здесь поэтому видите как все перевернулось нас нас насчет школы естественно тоже никто не знает ничего не известно это все может поменяться в считанные дни считанные недели и доживем до сентября а там посмотрим конечно верим в лучшее верим только в хорошее а без этого никак потому что умом можно тронуться вот и все так дальше тоже вопрос юлия этот дом у вас постоянное место жительства или вы там только на летний период вообще этот дом как дача как дача у нас до этого была дача где мы проводили время летом вот но там было много проблем там с интернетом с водой ну как то вот так вот все да ну и там не было отопления отоплениями тут хотя бы печки есть да вот там тоже все это было но у нас два раза грабанули ну а грабили дачу развалили эту печку ну и как-то руки опустились уже ничего не хотелось там делать да украли много всякого там и и ружье было и техника и бензо электро вернее пил и всякое такое и естественно руки опускаются когда ты все это наживаешь стараешься работаешь работаешь все это покупаешь да а потом раз этого у тебя все отобрали поэтому такое вот здесь естественно тоже как мы эту дачу пробу продали купили эту дачу просто здесь уже как бы село везде здесь есть вода есть интернет больше благ цивилизация да и если здесь еще провести воду именно во двор заведена но в доме воды нет нет канализации, если бы это все сделать, но опять-таки это все было в планах. Планы были, Каласа, мы же только тут год, мы год как взяли, мы в марте прошлого года этот дом купили, помню, 3 марта. Вот, ну, то есть больше, уже почти полтора года, получается, прошло. Вот. И планов было много, просто вот так вот, выше крыши, но вот эта вот война, естественно, все сошло на... Все это сошло на нет. И сад планировали садить, и туалет новый делать, ну, такой летний, и двор как-то бетонировать, не бетонировать, не знаю, что-то с ним делать там. Ну, короче, все это сошло на нет полностью. Поэтому, Ан, такой вопрос постоянное место жительства или на летний период? Я говорю, было на летний, но уже вот 5 месяцев мы тут торчим. Так, и сразу на вопрос, хочу ли я в город? Нет. Но, опять-таки, это я говорю, когда сейчас лето, да? А, конечно, когда зима, когда туалет, извините, на улицу, и ты морозишь пятую точку, извините за подробности, то не по приколу, да. Ну, надеемся, что все будет хорошо, к этому времени все наладится, и мы просто будем это вспоминать, как страшный сон, все, что происходит, да? Да, дай Бог, кто... Зимой, конечно, в квартире комфортнее, горячая вода, и туалет, и все удобства, да? Так, дальше. Риска молино подходит для приготовления суши и ризотто. Для плова нужен пропаренный или басмати. Вот как раз басмати мы брали. Короче, нам не понравилось все, что мы вот эти пропаренные, не пропаренные брали. Мы сам берем самый дешевый рис, и он для нас самый вкусный. Очень нравится, да. Тут, конечно, дело вкуса. Нет, ну, в моем понимании, короче, в нашей семье нет каких-то правил, что для плова нужен именно этот рис там. Или суп варить только с этими видами макарон там, я не знаю. Все чисто дело вкуса. Экспериментально. Да, экспериментальным способом мы вывели самые лучшие вкусные блюда чисто для себя. Никому не навязываю. Так, привет, Юлия. Привет, Юлия. Из патиссон можно делать икру на зиму, подобную кабачковой. Да, я знаю, но я не сажала. Это меня соседка у... Гастетка усадила. Я устала просто. Соседка угостила. Ну, там сколько их? Четыре или пять штучек. Естественно, с них не сделаешь кабачковую икру. В следующем году я обязательно посажу патиссоны. Я не знаю, почему, но этот вид всегда сажаю кабачки, сею, да. Вот. А патиссоны почему-то нет. Хотя они такие прикольные, как летающие тарелочки такие маленькие, да, интересные. И они более плотнее. Говорят, что другой вкус у них немножко. Они плотные, как бы. И хорошо их закрывать вместе с огурцами. Они такие же хрустящие, как огурцы. В следующем году, дай бог, чтобы все было хорошо, то посажу патиссоны и обязательно посажу больше перца, потому что, я говорила, да, урожай шикарный. И посажу баклажаны. Я в этом году не успела. Так, дальше. Юлечка, советую добавлять в огурцы семена горчицы. Продаются в отделе приправ. Очень пикантно получается. Ребят, недавно обошла полгорода в поисках семян горчицы. В обычных магазинах, такие как АТБ, Сильпо. Я там лично была, не нашла. В патчиках семян горчицы. Вот. Мне потом написали, что, Юля, надо смотреть не в магазинах, но, может, у вас и есть, но у нас нет. Надо смотреть в магазинах, где продаются семена, вот именно, потому что горчица продается на килограммы для засева земли. Да, горчица, она славится своими свойствами, как сидират, удобряет землю там и так далее. Вот. Но я туда еще так и не дошла. Так, дальше. На счет советовали мне завести там козочек, коровок, там поросят, акуточек, там, я не знаю. О, коровы, у нас уже одна есть, пятнистая. Пятнистая, он бегает на четырех коротких лапках. Жарея корова. Тики молока не доеда. Короче, что я хотела сказать. Во-первых, да, я не знаю, что здесь. Во-первых, что во-вторых, во-вторых, наверное... Во-первых, да. Во-первых, скорее всего, что нет опыта. Я не понимаю, что это, как это, с чем это все едят. Не, мясо я понимаю, как едят, да. С пюрешкой, с макарошками там и так далее. Вот. Нет опыта. Короче, это, наверное, на первом месте. Второе. Из-за ситуации в стране, опять-таки, как посмотреть? Может быть, наоборот, это нужно, да, в это вложить деньги и будет что покушать, да. А с другой стороны, я же говорю, я смотрю на людей, которые просто свое хозяйство бросили, да, оно там разбежалось или кто-то разобрал там, я не знаю. Жалко, жалко. Я городской житель, мне кажется, я не смогу зарезать там, ну, например, что касаемо кролика. Хотя, опять-таки, опыта нет, может, и смогла бы, а может, и нет, не знаю. Но я к тому, что мы городские, мне кажется, привыкаем к этим всем уточкам, курочкам, даем им имена и жалко их. Ну, мне так кажется, не знаю. Вот. Короче. Ну, и плюс третье или четвертое, я уже сбилась. Третье, третье. И так уже утро наступало, да. Юля, все, десятое. Короче, что хотела сказать? Третье. Да. Люди, которые живут постоянно, да, в селе, они ухаживают за хозяйством. А так как у нас это чисто на летний период, ну, как бы так у нас планировалось, то зимой очень сложно. А всю живность нужно кормить два раза. Если мы вернемся, например, в квартиру, то что нам с ними делать, с теми же курочками? Их же нужно кормить два раза в день, а туда-сюда попробуй походи, и целый день будет на это уходить. Ну, короче, это ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, непросто. И вот, вспомнила. И четвертое. Выгодно хозяйство держать тем, у кого есть земельные паи. То есть у нас в округе, да, соседи, они здесь давно живут, да, либо жили их там отцы, матеря, да. Раньше давались, не знаю там, как на каких условиях, но, короче, раньше давались земельные паи. Вот сейчас эти земельные паи сдаются в аренду. Кто-то берет деньгами, но это на сегодняшний день, как я поняла, редкость. В основном плату за это, за аренду этого земельного пая, берут зерном, то есть им дают зерно, этот арендатор, и у них на целый год есть чем кормить эту живность. Поняли, да? Вот и все. А если покупать это все за наличку, вот таким, как я, то я так поняла по рассказам, да, местных, что держать живность вообще, вообще невыгодно. То есть лучше взять денежку и пойти купить эту курицу. Вот. Ну, как-то так. Если я не права, поправьте меня, это чисто мое, вот что я узнала, живя здесь, да, какие-то свои выводы, где-то кто-то сказал, я сделала свои выводы. Так, дальше. Юлечка, вы же с Сережей брали в кредит ноутбук, или я что-то не поняла. Слава Богу, кредит давным-давно... Как это давно было, вспомнили вообще. Ну да. Давным-давно выплачен. Так, покажите ваши запасы в подвале, интересно очень. А я показывала, вы пропустили видео, показывала запасы. Но это еще не все, впереди еще... Не могу попить? Ну, я все показываю. Поперкнулась. Попить? А что там что? А минералочек. А вот компот, да. Да, 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 компот. Так, поэтому, ну, пройдет время, еще добавятся баночки, еще раз сделаю обзор, кому интересно. Ты мне прям стаканчик. А еще можно трубочку? И льда. Льда и лимончик. Вот такое. Сделай фар, пожалуйста, девочка. Хорош мне чуть-чуть. Девочка? Это что было вообще? Кстати, кастрюлю компота, которую я наварила, мы всю выпили. Вот это вот последнее, тут уже такое згущие осталось, с мякотью. Девочка, это... Девочка, спасибо. Так. Юля, полчаса, полчаса, чисто все. Поэтому, лишь бы было желание, все это можно убрать. А пока вот такие маленькие, да, не успеваю, думаю, прохожу, а маленькая еще, завтра вырву. И вот так вот, а другие дела, а потом уже назад с огорода иду, уже, чуть ли не ползу, думаю, нет, сегодня не пойду вырывать, еще на завтра оставляю. Ну, как-то так. Так, тут что-то, какие данные, что-то за землю, просу, что-то, земля, что-то. Что там? Не знаю. Можливо, мы скоро побачим ваши видео с квитучими, молоденькими деревами. Ребята, это было все в планах. К сожалению, мы этого не сделали, потому что нужно вложение немало денег, да, покупать деревья, ехать в садовое, эту организацию, Чияквону, да, вот деревья покупать как-то оптом, потому что цены, ну, за каждое дерево, там, по 100-100 с чем-то гривен, это дуже дорого, а их надо большое количество, чтобы, ну, как мы планировали, конец огорода полностью, сад сделать, здесь добавить, и с этой войной, да, мы ничего не стали, естественно, влаживать. Очень обидно, жаль. Так, О, Лена, как раз ты тут. Моя дочь тоже полюбила платье, и вкусы у нее поменялись. Юля, моя дочь задает вопрос Леночке. Вот, о, у нас редко, это Лена, о, редко, готова? Да, готова. Какие краски она использует? Моя тоже художница, использует акварель и масляные, это ее краски. Акриловые она не использует. Какие краски использует Леночка? Леночка. Ну, в основном, я сейчас даже краской не рисую, мне сейчас художку надо бы, вообще-то. А так, обычный акварель, обычно даже детская, вообще, все равно, можно же любую. Ну, а вот мы тебе какую дорогую купили, ты говоришь, она отличается. Да. Ну. Да. Это какая-то, ну, там, не знаю. Это не Белая Ночь, как она называется? Я забыла. Забыла ты называется. Вовремя забыла. Аааа. Вот. И гуашь. Я больше никакими красками не делала. Акварель и гуашь твои основные, да? Да. Гуашь обычная детская, так же. Вообще. Я не знаю. А масляные краски? Масляные я никогда не рисовала. Нарисовала. Не рисовала. Так и запишите. Художку-то делаешь? Тебе еще сколько делать-то надо? Надо. Так. Ну, я отвечаю на последний вопрос. Было уже 22 минуты, да уже богато вам слухать. Дальше. Наталья спрашивает. Юля, привет. А Лена в школе будет в городе учиться? Ребята, тоже на этот вопрос мы не можем дать ответа, потому что мы не знаем. До сентября надо еще дожить, и мы это сделаем, мы доживем обязательно, все будет хорошо. Но какие там условия будут, какая обстановка, чего, не знаем. Никто ничего на сегодняшний день не знает. Но я вам так просто, как бы, ну, по секрету, вы же никому не скажете, да, скажу, что я, как мать, да, вот по нынешней обстановке на сегодняшний день, я скорее против, чтобы дети шли в школу, потому что я не смогу спокойно, например, находиться дома, когда в городе там тревога или сирена, да, и, ну, короче, я на данный момент против школы, поэтому, и плюс мы настолько уже за годы этого, этого коронавируса, да, вот, я говорю, жили с коронавирусом, все возмущались, да, ой, как так, там то ограничено, то ограничено, эти маски, там, то нельзя выйти, там по подъезду нельзя, что-то, ну, короче, думали, боже, какое время мы живем, ребята, где-то даже анекдот в интернете встречала, что верните нам коронавирус, понимаете, заберите войну, верните коронавирус, то есть, то было цветочки и ничего особенного, да, хотя были какие-то там ограничения, все это ерунда, я всегда говорила, уже много лет я на канале, я говорю, как, я не знаю, как напророчила, не дай бог, конечно, вот, я всегда говорила, что все ерунда, лишь бы не было войны, я всегда это говорила, очень часто, понимаете, и, блин, вот так вот получилось, короче, ничего, надеемся на лучшее и верим, что все будет хорошо, ребята, так что поживем, посмотрим, не знаем насчет школы, все, всем всего хорошего, ребята, берегите друг друга, всем мирного неба, вообще мира, всем, и до новых встреч, скоро увидимся, все, пока-пока. и до новых встреч, пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok,